СТАРЛАДР ТВ Сегодня в действии. Будем следить за ними. Будем смотреть в какой форме парни. Первая карта Инферно для них на самом деле не самая, наверное, и лучшая. Но если верить пракам, опять-таки все у них пока что складывается хорошо именно на них. Посмотрим вот на официалку в интернете. Это их, наверное, уже второй или третий официальный матч в этом году. Но вот перед Старладером, конечно, было бы приятно увидеть, наверное, победу от этих парней. Состав СД на сегодня это Маркелов, Досе, Кучер, Ангел и Адрен. Адрен является капитаном, как вы все прекрасно знаете. Ангел отдал свои обязанности ему. Но во всем этом экшене есть, конечно, своеобразные плюсы. Я надеюсь, что команда будет играть лучше. Игроки все находятся сейчас дома. Адрен играет с пингом 100. Ему будет вообще просто очень-очень трудно и тяжко. Ну и сейчас, наверное, будет сайдпик. Как на сайдпике команды решат, кому достанется сторона защиты на первой карте. И я пытаюсь вам включить из черного экрана вот такой вот экран. Состав в Маус Спорс, опять же, вот такой. Тепсон, Кэдди, Антизи, Анкри, Желегия. Как вы видите, отсутствует сегодня Анил Гулец, он же Клай. И сказать что-то по этому поводу я не могу. Но были слухи, что там его набревают с команды. То ли он сам уходит, то ли еще что-то. В общем, Маус Спорс одним словом Маус Спорс. Ну, мыши, они в Германии мыши, да. И, наверное, что-то свое придумают. В плане отмазки, если вдруг его уберут. Пак, ну, поножовщина жесткая. 3 на 3, 3 на 2. Доси, Маркелов, все резанные, кроме Кадди. Так, смотрим на Кэддиана. Датчанин. Датчанин в составе немецкой организации. Ну, вообще, у них солянка, получается, такая мощная. Крис Джей из Голландии. Легия Серб. Кэддиан, Датчанин, Тепсон немец, Тизиан тоже. Два немца, все в составе. Вот был еще Клай, Турок. Ну, непонятно, опять же, почему с ним не стали играть. Но, опа, Доси забирает. Доси забирает себе на айфраунд. Ну, сайдпик за СД, смотрим. Све просит Адрен. Все правильно. Все правильно, да. За сильную сторону начать будет полегче, получше, попроще. Может, даже где-то. Ну, и посмотрим, пройдет ли сегодня СД дальше. Вообще, у Маус Спортс непонятно, какие шансы. И ПС, они играют достаточно эффективно, я бы сказал. И соперников в Германии по-прежнему у них пока не вырисовывается мощных. Ну, могли, могли. Сетка, друзья, перед вами на экранах. Ну, и совсем недавно мы с вами наблюдали. Это верхняя часть сетки, есть еще и нижняя. И у нас что-то с Гол ТВ пишем сразу же. Пробуем зайти обратно. Вроде как не заходит. Да, не заходит обратно у нас на Гол ТВ. Его продропало. Я еще не туда написал. Опс. Так, ну вот, просят перезайти обратно на Гол ТВ сейчас. Нас, да, вроде перезаходит, но с пятой попытки. Итак, Фнатик обыграли H2K 2-0 по картам. LDLC обыграли Клан Мистик 2-0 по картам. Там вчера матч был просто вот на Нюке вообще такой бомбовый. Непонятно там почему. Чем там думал Кеннис вообще, на что кто рассчитывал. Но это как-то вообще печально все выглядело. Потому что, ну, брал АВП два раза за игру. И вообще мог столько пользы принести команде. Но почему-то не принес. Ну, и LDLC, соответственно, пробились вперед. Вчера попали на Фнатик в полуфинале Винроуф. LGB обыграли 3D Max. Эту встречу тоже смотрели. Удачан шансов не было, мягко говоря. Ну, и Маус Спортс АСД играют прямо сейчас. Давайте, наверное, уже наблюдать за матчем. Я только пока юмора не понимаю. Так, ну вот, Ангел режет Досю. И, по-моему, сейчас игра... Да, сейчас будут данные рестарты. Первые рестарты. Ну, и будем смотреть с вами эту замечательную встречу. Вообще, конечно, АСД прикольно в сетке получается. То есть, если они обыгрывают Маус Спортс, то попадают на LGB, которые сейчас в ударе, судя по тому, как они отыграли последний матч. Так, и все еще... Все еще, по-моему, какая-то проблема есть на GoToWeb. Сейчас ее Петро фиксит, насколько я понял его слова. Ну, и 222 лайка ВКонтакте на посте АСД против Мауса Спортс. В голосовании приняло участие 2206 человек. И 71% аудитории проголосовал за победу команды АСД. Оставшиеся 28% за Маус Спортс. Ну, и, в общем-то, выглядит все это очень-очень интересно. Сразу обращаю внимание ваше на коэффициентные гейминг-бет по ставкам на этот матч. У АСД 1.352 и рейту Маус Спортс это 2.748. То есть почти 3. Ну, можно, наверное, даже вгрузиться, если расклад какой-то важный и интересный. То есть, ну, если вы что-то знаете, например, что сейчас будет товарища Гулец убивать, но вот его сегодня в составе нет. И сказать что-то по этому поводу тяжело. Ну, что ж, первый пистолетный раунд. Первый пистолетный раунд. Давайте смотреть. Итак, атака на Б-плент от Маус Спортс. Первые пистолетки пытаются удивить. АСДшки там стоят втроем. А Ангел с Адраном просто не дают зайти на дугу. Бреют просто тачку. Ангела даже не выцепляют в цементе только со второй попытки. Кучер также подхватывает. Ну, посмотрите, Кэдди Анлегия умудряются разыграть. Остаются красные. Проходят на Б-плент. Это бомба для Маус Спортс. Смотрим, ворвется ли Дося. Ну, мы знаем стиль этого игрока. Он всегда играет аккуратно. И вот сейчас его аккуратность спасла, в принципе, все. Не дал сыграть агрессивную датчанину в паре с Легией. Минус раунд. У Маус Спортс первый пистолетный из АСД. Идеальный прием дуги. Итак, матч продолжается. Дося убивает куриц. Вот это веселое занятие. Так и обратите внимание, Дося остается на П-2000. Нет, есть Коль. Пропустил я что-то из виду. Сейчас Белсбар. Так, ну а Маус Спортс подсадили, конечно. На очень плотные виллы. Это сейчас АСДХи. И вот я даже не знаю, как это. Это типа вы придете в яму к нам, а мы вас втроем здесь примем. Ну, знаете, веселые ребята. Маус Спортс. Я даже вот сразу понятно, что капитан у них из Голландии, из Нидерландов. И, наверное, это он придумал. Потому что, ну, человек не из Голландии, наверное, до такого бы не додумался. Кстати, всех россиян, всех россиян, всех граждан России, болельщиков сборной России по хоккей, поздравляю с победой над Норвегией. Сегодня 4-0, 4 булки просто под пятую точку, еще и в пустые ворота. Вообще огонь. Продолжаем смотреть Counter-Strike. Я, извините, не удержался, но я так болел сегодня просто за ребят. Охренел аж. Так, ну Доси сейчас чекнет ковры, даст инфу, к нему никто стягиваться не будет, потому что Доси уже давно умеет все делать сам. И Ангел играет также на чек Б. Увидел там разводного, ну и, скорее всего, понимает сейчас АСДХи, что это развод. Вот Ангел уходит за Б3, не пропускает хелпу, играет аккуратно со вторым. Мастизин пытался сбрить Адрена, ну и бомбкерри в лице Кадди пытался поставить этот пакет, но не ушел от мага Маркелова. Закрыли. Закрыли. Интересный и интригующий раунд. Итак, 2-0. Ответят ли Маус и Спортс на третьем, или все-таки подождут немножко и подкопят маны? Давайте смотреть. Так, и хорошие дымы залетают от АСД. И, по-моему, Тизиан немного в недоумении. Ну, это опять-таки все рассчитано на то, чтобы Адрена занимал дугу, но они его оставлять здесь не будут. Уже видели эти стяжечки. И посмотрите, Маркелов, что она делает на девайсном. Ой-ой-ой, минус леги, а МАК-7 реализован просто полностью, уберет калаш. Бесплатный подарок для Егора. 5 в 3 ситуация. Маус и Спортс выглядят пока потерянными. Никто не занимал... Ну, вот попытка занять дом провалилась. Мидл не выходили, чтобы разменять Маркелова. И он еще умудряется кинуть вот такую вот гранатку, которая к Риджею вообще настроение портит. Но он точно сейчас обидится, расстроится. И все, почекали 15, почекали 20. 20-15 смотрится, почекали дом. Вот если они сейчас ищут Марика, то найдут, по-моему, все здесь проблемы от Кучера, который, кстати, играет на АВП уже в этом раунде. Идет закидка Кучера, пойдут, по-моему, на КТ. Да, идут на КТ. Флешка Кучер. Вау! Вау! Просто красным оставляет Крис Ж. Ну, тут все понятно. Пытались, характерно, немцам разыграть на шифтах. И в самый последний момент просто ринуться на врага втроем. Но фокус 3 девайса не сработал. АСД, кстати, посмотрите, даже не дергаются. Даже не дернулись в этой ситуации. Просто стояли, ждали контакта. И только после него думали, что делать. Так, ну, какой раунд на мид? Тепсон. Вот эти новые пистолеты, которые доставлять просто начали. Я уже умиляться начинаю. Игроки, которые, наверное, раньше не убивали, начинают убивать. И Легия, посмотрите, переворачивает 15. Падает Кучер Маркелов. Ангел. Ну, я думал, и тот туда же, но нет. Нет, Кирилл Карасев сегодня в форме. 4-0. Очень хорошее начало для СД на первой карте. Я уже вижу, что кто-то берет... Так, Маркелову достается АВП. Нет, у них какая-то... Так, Кучер останется на АВП или все-таки Маркелов будет играть? Нет, Маркелов не играет на АВИКе. Ну, на Дайсте втором, я думаю, он возьмет АВП в любом случае, если Дастерой будет. Опять-таки, ребят, я маппулы еще не видел. И все может быть, как может быть. Так, опять фаздуга в исполнении немецкой команды. Вот это да! Вот это да! Вот это вышел на 5 баллов. Легия ловит мид. Так, Доси не убежал от Легии. И 3 в 2 дают размин. Сейчас Маус Спор с таким... Такой активной и агрессивной атакой на Б. Плюс, оставив одного в нычке на... Смотрим на Маркелова. Сможет ли Егор прячется очень четко. Понимает то, что на двадцатке есть еще один игрок. Выбивает бомбу просто в последний момент. Маус Спортс просто сейчас могут... Вот это полная борода для Маус. И посмотрите, Марик видит Кэдди. Она начинает простреливать. Тот забирает бомбу, идет в плент. Понимает то, что знают. Знают СД то, что он здесь. Он в любом случае выйдет либо 20, либо ковры. И парни догадываются об этом. Меняются немножко позициями, чтобы не было повторного бонус-демейджа. И Маркелов остается ждать 15. Кэддиан проходит на точку. Адрен Маркелов все еще в линии. Все еще в линии. И фокусирует свое внимание на хитрости соперника. Но вот себя бы не перехитрили. Смотрим на стрельбу от Кэддиана. Открытие в два девайса. И это без шансов для датского игрока немецкой команды. 5-0. О мой бог. Как-то так, ребят. Это все может сейчас закончиться крайне печально для немцев. Так начинать свои первые матчи новым составом не гоже. Совсем не гоже. Марик, конечно, просто, вот я не знаю, шестое чувство какое-то показал в прошлом раунде. Очень уверенно сыграл со стороны 15. И при этом, при этом вы видели, что он сделал? Он понял, что там движуха, встал просто и ждал, когда все пройдут. Так, раскидка главки. Марик в качестве суппорта игрока. И он должен не пропустить пистолетовки. И автомат, которые на него вышли. Жим. Тепсон выживает после этого расклада. Адра на подхвате. 15 уходит Тепсон. Вместе с бомбой ждет Ангела. Не заходит ему немножко здесь с таймингом. И Карасев его перестреливает. Марик ловит MVP. 6-0. По-моему, СД решили закончить все здесь за один час игры. Как я понимаю. Вообще, предыдущие матчи были, знаете, будто по напряжению как-то. А тут сразу приятно видеть СНГшный стиль игры. Ребята из ТСД просто врываются. Просто врываются и развлекаются сейчас. Над Маус Спортс. Адрен. Так, давайте посмотрим, как Кадди пройдет дугу. Но тут уже пожар. Вот так вот. Ой-ой-ой. Подновтыкали просто укреплению Тизин плюс Кэдди. Упала просто вся защита и... Кучер. Так, Дося. Дося играет в Тарзана, посмотрите. Залез на дерево. Вот если бы здесь было дерево, он бы на него залез сам. Так, двадцатка упала. Ну и что-то Легия ждет. Хеллоу, а я Дося. А я Дося и я тебя люблю! Вот так вот играет Дося и убивает Легию. 7-0. Слушайте, я давно не видел, чтобы Маус Спортс так били. Вот знаете, если вспомнить последний матч, который мы видели с их участием, это были расклады в стиле 16-14, там напряженные первые половины, 8-7, еще что-то. И вроде состав был почти такой же. Тут еще по логике вещей в межсезонье должны были усилиться, но, судя по всему, выигрывать в интернете у немцев, шведов и датчан это не выигрывать в интернете у команд из СНГ. Вот это самое главное. И сейчас мы это просто видим. Стиль игры совсем не подходит немецкий под АСДшек. АСДшки, конечно, были агрессивные еще под тегом АД, но агрессии также видно, что поубавили. Вот очень дисциплинированно сохраняют свои позиции на дуге. И вообще Беплэн четко смотрится так. Посмотрите, ушли от стратегии пуш-холд и решили просто остаться в закрытом дейфе. Ну, немцы планируют что-то грандиозное. Вот вызывает у меня удивление АВП Крис Джея, который почему-то уверен, что Маркелов будет играть на медле именно против него. Но Марик вообще не берет АВП. В этом-то и загвоздка. Сейчас Крис Джея просто будет бесполезно. Ему, конечно, очень хороший агрессивный снайпер. Вот, например, сейчас он демонстрирует уровень стрельбы, но буквально, ну да, ассистирует своим двум тиммейтам, которые в ответку падают, дает еще какой-то непонятный ультрафаст зум, накидывает флешку своему тиммейту, а Маркелов в этот момент в пункте принимает на кольте. И этот неждан, и этот неждан для всех неждан. Крис Джея упор и... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Минус, минус есть. Марик держит плен. Уходит от Леги, и Леги его отбегает. И пули заканчиваются у Леги. Что делать? Паника. Марик-то уже перезарядился. И раунд заканчивается вот на таких вот кукурах. 8-0. СД берут первую половину. Маус Спортс начинает потихонечку сейчас... Если бы это был лан-турнир, я бы сказал, что они пакуют чемоданы. Но на самом деле сейчас у них все очень-очень хреново. Во-первых, Тизиан идет 0 на 8. Стендин команды Тепсон идет 3 на 8. Кстати, Тепсона могут поменять еще не раз. Посмотрим, как они подойдут к Старладеру. Я думаю, там что-то интересное будет. Так, Тизиан, Кадик. Крис Джей Тепсон. Занимает дугу в четвером. Леги 1 по дат. Снова слоу-плей. Снова слоу-плей от немцев. Тизиан в качестве опен-фрагера. И просто вот это тиммейт Тизиана, друзья. Он получает в спину минус 70 почти от своего же тиммейта. Меняются звеньями. Тизиан остается с Кэдди. Нет-нет-нет, перетяжку. Смотрите, все пошли на полтора. Да, Маркелов на суппорте, на хелпе. Строго стоит с моменталкой для Кучера, чтобы тот принимал СВП. Еще раз показываю. Вот если Марик раньше играл СВП или будет играть на Додасте, не знаю, увидим. То тут он ассистирует Кучеру, при том, что по полной. Задача Марика, по-моему, теперь на этой карте, чтобы Кучер делал свои фраги. А чтобы он их делал, надо накинуть флешку. Флешечка. Ну что, там по коврам пешеходы начинают идти. Досе уже скучно. Давайте посмотрим, чем закончится это дело. На Досе просто идет много народу. Он чекает двадцатку. Но его здесь без шансов, конечно, забираются. Вот нашли, нашли слабое звено сейчас. При атаке на Аплент Маус Спортс. Размен 4 в 3. Кэддиан. Уход на полтора. Не ушел от Адрана. Пинг 100, но... Тем не менее. 3 в 3. И вот теперь бомбу уже эту выбивать будет. Ну, было бы сложнее, если бы Легия остался в живых. В итоге нет Легии. Крис Джей в планете раскидывает всех. И в перекрестный огонь попадает Марик. Последний, выжидая действия от Крис Джей. Укрепление в планете у Маус Спортс работало. 8-1. Вот после этого раунда Маус Спортс либо все-таки поймут, как играть со Станой. Либо... Ой, со Станой, извиняюсь. С СД. Либо... Либо это была просто роковая случайность. Ну, холт. 5 ковры, 4 ковры сработал. Вот это самое главное. И то даже перетяжка на них сработала. Дело в том, что Маус Спортс теперь точно знают, что ВП от Маркелова на 15 они не дождутся. Марик играет как суппорт. Принимает на 15 кучер. И самое главное сейчас попробовать занять главку. Идут, смотрите, идут быстро ее занимать. Так, Криджей, по-моему, самый последний вертолетный будет. Кучер. Попытка выдержать на минус 2. Не хватает его чуть-чуть. На 15 и 15 прорывается. И немцы готовы заходить. Аплэнд. Чем ответит? Чем ответит Дося? Дося должен здесь просто собирать по инфе. Увидел. Точечная стрельба. Игра с коврами. Минус легия. Четко. Бомба ставится. Но остался Криджей Тепсон. Криджей это невероятная реакция. Доливает, так сказать, масло в огоне. Уверенности себе. Тает дым под себя. Но двадцатка его уже обошла. Увольняет Ангела. Видит Дося. Выходит в дым. Идет на Адрена. Но тот просто дожидается нервного, нервного и обиженного зверя под ником Криджей. Он реально как загнанный зверь сейчас себя вел. Ему стоило хотя бы как-то, не знаю, посидеть, не нервничать. А он уж прям весь испугался. Хотел сыграть нестандартно. Было видно, что, конечно, старается. Но ни к чему хорошему это не привело. Всего лишь один ответственный минус против Ангела. 9-1. Восемь раундов разница СД. Ну, не знаю, в ста шагах впереди просто сейчас от Маузов. Криджей берет снова АВП. Кучер эта идея... Ну, Кучеру на эту идею со стороны Криджей плевать. Потому что он играет на кольте. Так, флейхи полтора гранаты в яму. Браво! Браво! Синхры поджимит плюс дуга и первый минус на яме. Первый минус на яме или даже где-то под дугой. Номера 7-8 просто в экстазе. Они вообще счастливы, что у них тиммейт вот такой вот пошел, умер. Смотрим на Крис Жея. Ну, вот так вот. Доигрался со своими фаззумами. Второй доигрался. Слушайте, против Маррика теперь ни одно АВП играть не будет, да? Он пошел за третьим фрагом, Егорка. Но третий фраг дождался его. Тепсон с ЦЗшки отстреливает Маррика. Ситуация меняется, АДы перестраиваются. Кучер ответственный за АП лент. Сейчас полностью есть АВП у соперника. Кучер стреляется и не видит второго игрока атаки, который грамотно разыгрывает на подобранной флешке. Выбрасывает и выходит. Кучер был просто в блайнде и ничего не мог с этим поделать. Сейчас самая главная его задача это ускользнуть хотя бы от одного блунта. Да, дается весьма нестандартный дым прямо вглубь точки. Какая-то флешка через ящик и на сигарету проходит ангел. Убирает Тепсона. Адрен подкрался. Пинг 100. Тепсон дал еще одну флешку. Думал, застанет врасплох Адрена. Но не тут-то было. Оба просто испугались друг друга и эпично зажали. При том, что один съел же свою же флешку и вжатый был в шоке. 10-1. 9 раундов разницы. СД показывает сейчас, как надо играть. Как надо играть с немцами просто. За всю боль, как говорится. Но это только первая карта. Не будем там обольщаться и сильно радоваться. Просто у Маус Спортс есть и сильная сторона. Только вот, что они выбрали, мне пока не ясно. Совсем не ясно. Сейчас узнаем. Вторая карта будет Нюк. Ой-ой-ой-ой. Третья карта будет ДДАС-2. Ну вот на Нюке станет уже понятно, кто же все-таки будет давить, а кто не будет давить. Получится ли там у немцев что-то сделать? Вообще, Нюк, знаете, карта подходит для немецкого стиля игры. Могут медленно в атаке набирать, но если возьмут защиту, могут показать свой стиль. Все-таки такие парни, как Режей Леги и Тизиан стреляют очень уверенно. Мы сами могли в этом убедиться еще на сезонах Старладера. Мы видели в действии их боевой мощный коллектив. Клая, конечно, где-то не хватает. Вообще, надеялся я, что он будет все-таки играть. Опять же, супер инсайт инфа. Вот когда Маус Спортс пикали Гоба Би, и все думали, что Огот вернулся, да, и будет снова раздавать в эту игру. Вы все ошибаетесь, его взяли вообще от безысходности. Опа, моменталочка полтора. Маркелов, выпит 15, минус Крис Джей. Капитан упал, АВП на коврах, кучер. Просто Милик сносит своему оппоненту, и его... Ой-ой-ой, как он проигрывает вторую пулю Тепсону, и Тепсон проходит ковры. СД готова принимать фронта и сигареты, но Тепсон умудряется показать удивительную стрельбу. Попадает по Адрену в голову. Плен запирается, 15 дается дым. Малая закрыта, Марик ничего не может сделать. Плен закрыт, Плен закрыт. Карась, ножом на 20, куда ты идешь? Надо брить, зажимает 20-ку. Тизиан его держит под давлением, залетает флешка. Ангелу надо было уходить, и он принял правильное решение. Смещается в мид, но выбить эту бомбу 2-3 будет практически нереально. Ну вот, опять-таки, грамотные дымы от Тепсона, которые и, самое главное, ферст-фраг, решили здесь все. Пытается все-таки 20 пробраться, и сейчас Маркелов понимает то, что его будут чекать с плунта. Ангел не играет против Кэдди. Два красных. Все или ничего, и Маркелов принимает решение, ничего, лучше засейвить. Ну, еще одного красного увидел, ждет 20-ку. Опс, и Тепсон разменивает напоследок. Минус 4. Минус 4 в раунде Тепсон великолепно играет и вырывает раунд для своей команды. 12 на 12 становится его статистика. Его братку Тизиану следовало бы поучиться. И еще раз скажу следующее. Кто не в курсе, друзья, вот по составу, опять же, да, Тепсон является стендином в команде. Это стендин, игрок, которого взяли просто вот на матч, может, на два. Тестовый. И пока что он принес целый раунд своей команде. Ну, капитан сыграл и этот игрок. Так, Маус и Спорт чувствуют силушку богатырскую, пытаются выйти. На, на этот раз очень быстро теряют бомбу, тем не менее. Размен 4 в 4, Дося. Дося, 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 Дося. Просто знает, кто здесь и сколько вас. Выходит под флешку, но не выцепляет легию. Тем не менее, посмотрите, вторым отводом попадает. Маркелов принимает 15, и Маус и Спорт снова развалились. Координации в их действии просто никакое. Ох, артисты. Ох, артисты. Ну, вы сами видите, два раунда, это мало. Это просто невероятно мало. Тизиан 1 на 13. Делаем просто скриншот. 0 на 13. Какая боль. Какая боль просто для Тизиана не сказать словами. Парень, наверное, сейчас понимает, что все, из команды его уберут. Хотя вряд ли что-то мы увидим, какие-то изменения увидим до Старладера, до Катовицы и вообще-то прочего. Друзья, кстати, в эту субботу и воскресенье с вами Старладер будет в эфире. У микрофона буду я, он же Слэм, еще Юра Страйк. Так, и мы будем с вами смотреть отборочный этап ЕМС. До Си минус Легия. Приняла. Ну, это фейк. И пока что-то... Ой-ой-ой, не хватило пули Ангелу. Так, запирает Адрен. Так, Адрена запирают. Как-то не уверены на Б сейчас сыграли АСД. Очень не уверены. Еще и Кучер полез на рожон. Все, ну два с палатки против Доси. Не знаю, Доси, конечно, таких обычно берет. Смотрите, Доси на префайр пытался взять. Первая половина заканчивается со счетом 12-3 в пользу СД. Разгром для немцев, но они попробуют дать камбэк во второй половине. Быстро достаточно заканчивается вот первая половина. Ну, видимо, статистику она крайне плохая у немцев и более-менее ровная у СД. Вот раундов, где нужно подумать головой и принять решение, мы практически не видели. Все закончилось быстро. Такое ощущение, что Мауспорт в себе не уверены. И несколько раундов, просто почувствовав это все давление, которое на них оказывают игроки АСД, просто бегали быстро. И ничего не смогли с этим предпринять. Ну, последний раунд забрали, но это всего лишь три очка. Для первой половины, опять же, повторюсь, это крайне мало. Так. Идет сейчас какой-то эпик. Ну, вот опять за рекламу гонит. Ребят, перерыв между половиной, 90 секунд, даже плюс 90 секунд. Специально для того, чтобы браткастеры крутили рекламу на Твиче. У кого стоит этот блок, я вас поздравляю, вы слышите, как мы несем бред в половине. Но скажу честно, что скоро этот блок работать не будет. То есть он уже практически не работает. Там есть тестовая функция, которую этот блок просто лочит, и вы не можете пользоваться Твичом, если он у вас даже установлен. Вот так вот. Ну, у кого от блока нету, вы просто могли сходить налить себе чаю, принести себе каких-то чипсов, еще чего-то, под что вы любите. Что вы любите тащить под КС? Я вот ничего. Мне микрофона хватает. 12-3. Разница просто... О-о-о-о-о, тут хэфэшечки-гэлэшечки. Ну, ладно, я не знаю, что сейчас Мау Спортс будут делать, но у них явно... Им явно надо брать где-то 5-6 подряд, чтобы хоть что-то... О-о-о, Иглегия получает сразу в пачку. Зато у него P2000 красивый. Прям P2000 какого-то, как у Сергея Зверева, наверное. У Сергея Зверева такой бы был. У Тизиона, кстати, такой же. И Тизиона грызет первого. Так, АСД, вламывается на точку. B3 вообще не играет никакой роли. Тизиона вообще без шансов закрывают. Пока не пытается подсупортик, выходит. И Маркелов закрывает. Вон Кэрри, минус Адоси, всё. Это ГГ. Это ГГ на первой карте. Это 1-0 по картам, ребята. Никто, наверное... Никто, наверное, спорить не будет. Это, по-моему, апрув, который не требует доказательств. 13-3 счёт. Ну вот и всё, доигрались, Маус Спортс. Просто доигрались. И вот, глядя, как АСД разрывают Маус, это далеко не самый слабый соперник, который может попасться в этой сетке. Мне кажется, что БСДшки будут в форме. Кстати, кто не знает, скажу вам точно, что из состава никто никуда уходить не будет. И ребята продолжат поступать таким же составом. Легия. Мейзи-пистолет, у которой, в принципе, ничего не значит. Кучер забирает сразу и легию, даёт очень много демейджа. Оп-оп-оп-оп-оп. 2-дшечка. 2-дшечки в миде. Но всё звено боевое идёт на Б у АСДшек. Нет, разворачиваются, будут идти в этот... в эту 2-дху. Идут в 2-д. Вау. Ну, после 2-д, конечно, надо запирать, но дают всё-таки время Моу Спортс отойти. На позиции Крис-Джей ещё может сыграть свою роль. Бомба лежит. 2 в 3. Численное преимущество за немцами. Тизем подбирает девайс. Лола не идёт пушить мид. Куда ж ты бежишь-то? 30 секунд до конца раунда. Марик вовсю развлекается на А. Дается флешка на сигарету. Маркелов попытается обойти в планете. Кучер убирает флешку. Треугольник, если ещё один игрок, Маркелов забирает его в ассисте с Доси. И вот Тизен, который мог зайти с мидла в спину, просто не успевает здесь ничего сделать. 32 хп. Голил. Всё, что нужно. И Марик даёт третий фраг. В итоге это 14-3. Ну и розыгрыш 15-го раунда немецкая команда проведёт на бае. 3-6, 3-4, 3-7, 3-6. Будет ли... Не, не будет никакой немецкой дисциплины. Всё-таки будет шанс какой-то ловить немцы. Мы сами видим, что их просто сейчас взяли и разбомбили. Я, знаете, сразу, когда гляжу такие матчи, где Мау Спортс проигрывает команде с СНГ с разгромным счётом, мне кажется, что... Сейчас появится опять какой-нибудь поплавок в кепке и начнёт банить наших игроков защиты на каком-нибудь ESL'е. Но вот это не ESL, и это далеко не 2000, там, какой-то бородатый год. Поэтому наши парни могут себе позволить просто иногда поиздеваться над оппонентами из Германии. По-моему, это да. 16-3. 16-3, друзья. Лайк и босс. Нет слов. Тема в том, что когда меняется карта после доигранной первой, происходит следующее. Change level, который идёт сам. Если на сервере это не предусмотрено и не настроено, то нас всех крашит. И мы пишем... Seriously. So many games. Жесть. Не дали нам досмотреть последние раунды, но особо сильно мы париться, наверное, по этому поводу не будем. Так, я пока что оформлю, наверное, трансляцию. То, что у нас действительно 1-0. Неожиданно, конечно, для меня, вот я не знаю, как вы, но для меня точно неожиданно Mousesports проиграли очень-очень быстро. Инферно. И дальше нас с вами ожидает NUKA. Ну и на NUKA шансы, наверное, у ESD будут точно такие же. Ну и если они, конечно же, возьмут замечательный knife round. Если они выигрывают сайдпик, то у них будет всё хорошо. Если они не выигрывают сайдпик, то у них будет всё крайне проблематично. И будем надеяться, что вторая карта принесёт нам радость от просмотра Counter-Strike чуть-чуть больше, чем первая, потому что здесь уж совсем стёрли в порошок Mousesports.